Занятие закончилось. Никого нет. Тихо, спокойно здесь. Сегодня во время занятий я кое-что вспомнил. Ну, о своей молодости, можно сказать. Сегодня мы проходили седьмой урок «Mina no Nihongo». Там есть такое предложение. «Телебиで日本語を勉強しましたか?» «Ие,ラジオで勉強しました». «Са,日本語を勉強しました, учиться в японском языке». «Вы учились в японском языке в телеби?» «Дети, ну,これは способы действия или образ действия?» «Телеби, да, по телевизору учились в японском языке?» «Нет, по радио». «Как-то непонятно для вас, правда?» «У нас есть такой государственный канал NHK. Там есть два канала. Обыкновенный и образовательный канал. По вашему, культура такой канал есть, по-моему. Там тоже показывают всякие для детей, чтобы учиться чему-нибудь. Да, там есть телеуроки. Какие языки есть? Я перечислю. «Эйго» — английский. «Дойцы» — немецкий, французский. «Испанский, итальянский». «Еще русский» тоже есть. «Чигок» — китайский. «Канкок» — корейский. «Еще арабский» тоже есть. И японский для иностранцев есть. Десять языков по телевизору идут уроки. И по радио тоже параллельно есть. Кстати, в Беларуси я спросил своих учеников, нет таких телеуроков. Такого нет. «А, может быть, где-нибудь в России, в Украине, где-нибудь в Средней Азии, может быть, есть такие телеуроки? Мне интересно, есть или нет. Я хочу, кстати, ведущему стать. Если японский телеурок по японскому языку, я буду рассказывать так, когда ведем весело». Меня часто спрашивают, почему вы решили изучать русский язык. Вот здесь причина есть. Когда я пришел домой, мне было сколько лет? Мне было 13-14 лет, я точно не помню. После школы я пришел домой, я включил телевизор. До ужина времени было, поэтому я ждал где-то 6 часов вечера. Тогда я переключал, 6 вечера, обычно у нас новости показывают, но детям не интересно новости смотреть. Вот случайно включил телеурок по русскому языку. Я смотрел очень какие-то непонятные буквы. Ф, там они? Ж, там они, всякие такие буквы. Показывал, это очень интересно, что за такие непривычные буквы. Меня очень заинтересовали эти буквы. И потом такие, ну, русские женщины такие народные песни пели, о, красивые песни. Мне понравилось. Поэтому каждую неделю, ну, несколько недель подряд я смотрел, и у меня так в голове осталась эта память. Очень интересно было. Поэтому, ну да, это желание изучать русский язык всегда у меня в голове было. Вот. И почему-то я начал изучать русский язык, когда мне было 20 лет. Да, вот так получилось. Сам. Еще такое воспоминание есть, не знаю, вам интересно или нет. Вот. Телеурок. В каком-то году, каждый год, сенсей и ассистент разные бывают. Каждый год меняется. В одном году, когда мне было восемнадцать девять, нет, еще, нет, двадцать лет или когда-то так, короче, не важно. Тогда очень такие интересные уроки были. Обычно японский сенсей и ассистентка русская, и вместе так, ну, зрители учат русский язык, но тогда два русских было. Один мужчина, по-моему, Алексей, Алексей-сан, такой был. И еще Татьяна-сан, два человека ведущие было. Татьяна-сан, она, да, каваий, каваий. Очень симпатичная женщина была, ну, девочка, можно сказать. Молодая. У нее отец японец, депутат, известный человек. И мама преподавателя русского языка, она тоже известная, в учебнике она пишет. Вот, я знаю, что там, ну, ее фанаты были, и даже такие встречи у таких знакомых, они не интересовались русскими языками, только так, она очень симпатичная, поэтому они смотрели эту передачу, телеурок по русскому языку. Действительно, такая симпатичная женщина. Ну, извините, девочка, можно сказать. Вот, я тоже смотрел, так, ее русский язык, приятно слушать. Здравствуйте, дорогие друзья. Ня-ня-ня, такой хаваийный. Дэ, я смотрел, так, ну, реально учиться русскому языку, именно так, с помощью такого материала, очень интересно было. И, вообще-то, через пять лет я с ней познакомился. Такое бывает в жизни. А, ну, тогда я в Токио подрабатывал в театре, ну, театре, где грименки есть, там помогал актерам чуть подбирать, убирать, что-то такое подсказывать или не пускать, ну, не пускать посторонних. Вот такая работа была у меня. И тогда, однажды, был концерт, ну, из Хабаровска, или откуда-то, до ансамбля приехал. И, вот, это организатор был, ее отец был, поэтому она тоже была, помогала, ну, музыкантам русским, да. Вот, я сказал ей прямо, так вот, «Ахажмемаште, очень приятно познакомиться, я смотрел вашу передачу, мне очень приятно с вами познакомиться лично». О, так мы разговаривали нормально, и потом обменивались, ну, я дал адрес такой имел, она тоже дала мне адрес. Вот, я написал ей, я предложил ей вместе сходить в театр. Она согласилась, она согласилась, и вместе сходили в театр, и после спектакля мы сидели в кафе, так разговаривали. Не знаю, такая мечта сбывается, да. С тем, кто помогал мне учиться, только на экране видел ее, вдруг познакомиться, вместе сидеть кофе пить. Очень приятно было, очень приятно было. Вот поэтому, ну, например, скажите, пожалуйста, вы с кем хотите познакомиться? Я имею в виду японцев, японцев я имею в виду. Например, моя учница, да, очень ей нравился Огришун, такой очень известный актер, если Огришун, да, ей очень нравится, вот я поеду в Японию учиться, и обязательно его встречу. Она встретила его на улице. Ну, и она слышала где-то в каком-то заведении, я не помню, ресторан или бар, я не помню. Вот там появляется Огришун, она слышала, и часто так мимо проходила, тогда навстречу он идет. И, ну, по-моему, скрывали, так же, ну, если сыграть звезда же, он на улице заметит, то уже паник будет. Я спросил эту девушку, ты поговорила с ним? Конечно нет, Сенси, я такой, я тоже так и разговариваю. Он откровенно показывал ко мне не подходить, такое аура, такое чувство у вас. Поэтому, ну, она тогда довольна была очень. Вот, поэтому, если будете стараться учиться Японскому языку, и, может быть, потом получится так, с кем хотите встретиться, встретиться. Что-то по-русски как-то колебо я сказал. Не, я кого хочу сейчас увидеть, я даже не знаю, с кем познакомиться я хочу. Я даже не знаю, честно говоря. Ну, я подумаю, ну, может быть, вы тоже, у вас есть, может быть, с кем хотите познакомиться. О, Гришин,とか, не, Ямаши Татомухиса, всякие красивые актеры, есть актрисы тоже красивые, есть Иши Хара Сатоми, только, не. А то, о, Иши Хара Сатоми, да, я хочу познакомиться с ней. Она вот симпатичная, такая, что Ая Сехарка, мне нравится. Таким, да, проще вернуться надо сделать, но если смотреть, главное, то вообще печь в будущем. Alors, проще. Добро пожаловать в наш канал!